Ребята, всем привет! Вы на канале АМФ Филмс. Девять незнакомцев, которые были похищены вооруженным человеком в маске. Почему он похитил именно их? Что он скрывает? Они знают друг друга, и именно эти вопросы интересуют нашего Маньячеллу. У микрофона Марк, и это пересказ кинофильма «Девять в списке мёртвых». Салли Фентон держит стриптиз-бар. Однажды вечером он вышел из своего заведения и пропал. Детектив Джексон вышел с какого-то мероприятия вместе со своим коллегой, неизвестный в маске, ослепил их слезоточивым газом и похитил полицейского. Куган ужинает в местной забегаловке и смотрит выпуск новостей, в котором сообщают о похищении людей. Когда мужчина выходит из кафе, то видит автомобиль, движущийся за ним. Ему даётся выпасть из поля зрения преследователя, но он сам подходит к незнакомцу и достаёт нож. Тот обездвиживает Кугана волной электрошокера и завершает дело, увозя мужчину. Следующей жертвой похищения становится Кристиан Коллингсворд. Он выходит из бара ночью и подходит к незнакомому остановившемуся автомобилю. Келли Мёрфи похищена с автомобильной парковки. Незнакомец также использовал бесконтактный электрошокер. Похищенные люди находятся в одной комнате. Они привязаны к столбам, на их головах надеты чёрные мешки. Неизвестный в маске включает в помещении свет и поочерёдно снимает с каждого мешок и клейкую ленту с рта. В общей сложности число пленников равняется девяти. Человек в маске объясняет присутствующим, что он собрал их по определённой причине. Пленникам необходимо выяснить её самим. Через каждые десять минут он будет убивать по одному человеку. Похититель обещает отпустить всех выживших и сознаться в своих преступлениях, если пленники смогут дать верный ответ на его вопрос. Что объединяет их всех? Он закрывает дверь автоматически, освобождая одну руку заложников и включает таймер. Вместо того, чтобы разобраться в причинах похищения, пленники, конечно же, тратят время на попытку освободить вторую руку или на словесную перепалку с сокамерниками. Салли начинает первым. Он признаётся, что имеет тёмное прошлое, и, возможно, по этому принципу их всех притащили сюда. Леон полагает, что это проделки полиции. Он считает, что их собрали в комнате и напугали, чтобы они признались в своих поступках, и тогда им можно будет предъявить обвинение. Эдди поднимает с полумел, который дал им похититель, и начинает записывать данные о себе. Дин Джексон следует его примеру. Келли Мёрфи также записывает своё имя. Она работает помощником прокурора, и Эдди предполагает, что кто-то из осуждённых мог мстить ей таким образом. Кристиан пишет своё имя и при этом рассказывает, как имел дело с Салли Фентоном несколько лет назад. Он одоложил у него денег на наркотики и попался полицейским при попытке перепродать товар. Парню пришлось отсидеть три года в тюрьме, но он всё же рассчитался с Салли. Пытаясь понять, что же всех их объединяет, пленники сталкиваются с проблемой. Кореянка Чен не говорит по-английски. Таймер показывает чуть больше двух минут. Куган уверен, что похититель просто вывезет человека за дверь и сделает выстрел в воздух, чтобы внушить остальным, что их сокамерник мёртв. Леон соглашается с ним, а Эдди искренне на это надеется. Дин, будучи полицейским округа, не разделяет радости пленников. Он уверен, что человек в маске пойдёт до самого конца. Им просто необходимо собраться с мыслями и выяснить, что же их всех объединяет. Время на таймере истекает, и пленники с волнением смотрят на дверь. Похититель заходит в комнату и просит дать ответ на свой вопрос. Келли пытается ввести с ним переговоры, но он молча стреляет в Кристиана. Убийца вытаскивает тело парня, запирает дверь и вновь запускает таймер. Куган признаётся, что только-только вышел из тюрьмы. Мужчина имеет отношение к растлению малолетних, но в связи с отсутствием доказательств ему дали срок за автоугон. Леон рассказывает, что раньше он вместе с братом занимался грабежами. Эдди сознаётся, что несколько лет назад подделал документы своего родственника, чтобы того взяли на лечение от онкологии в его экспериментальный центр. Келли признаётся, что они с Джексоном знакомы и когда-то были любовниками. Его жена подала на развод, когда застала их вместе. Не надеясь найти ответ на вопрос убийцы, Леон просит стоящего рядом с Али сломать ему руку, чтобы он смог выбраться из наручников. План сработал. Леону удалось освободить вторую руку. Дин Джексон предлагает ему спрятаться за дверью и подтолкнуть убийцу к ним, когда тот войдёт. Но парень поступает, конечно же, по-своему. Он посылает всех к чёртовой матери, открывает дверь и выходит в коридор. Ну, логично. Столкнувшись с похитителем, он вступает с ним в схватку и забирает пистолет. Мужчина в маске признаётся, что планировал всё это два года и ничто не помешает ему осуществить свой замысел. Пистолет Леона оказался незаряжен. Пленники с ужасом наблюдают за тем, как похититель втаскивает в камеру раненого парня. Он пристёгивает его обратно к трубе и задаёт присутствующим свой главный вопрос. Не получив ответа, мужчина убивает Кугана выстрелом в сердце. Утащив тело, он снова включает таймер. Чен начинает что-то говорить на своём языке. Она рисует мелом очки и Келли вспоминает её. Несколько лет назад ей довелось вести дело об ограблении магазина, в котором работала кореянка. Она опознала преступника. Им был 20-летний Уэйд Грилли. Когда таймер показывает меньше двух минут, Леон вдруг решается на откровение. Он застрелил своего брата и бросил тело в мусорный бак, а несколько дней спустя вместе с матерью пошёл на опознание в морг. Сейчас, истекая кровью от ранения, он понимает, что заслуживает смерти. Леон вспоминает слова похитителя о том, что он начал всё планировать два года назад. Пленники судорожно вспоминают, кто и чем занимался в этот период. Дверь открывается, и мужчина в маске убивает Леона, поняв, что пленники всё ещё не нашли ответа. Новый таймер запущен. Отец Фрэнсис вдруг начинает говорить, что понял, в чём причина их заточения. Но он не может рассказать эту информацию, потому что получил её на исповеди. Ведь его отношение с Богом дороже его жизни и жизни окружающих. Салли пытается уговорами и угрозами разговорить с священником. Эдди вступается за падра и предлагает искать ответ без его участия. Салли рассказывает, как восемь лет назад какой-то старик избил его прямо на глазах у его парней. Тогда он нанёс визит в его ломбард и забросал его бутылками с зажигательной смесью. Он не знал, что старик живёт этажом выше вместе с внуками. Сейчас он осознаёт, что из-за этого поступка он заслуживает смерти. Дин тоже делится тем, что глажит его всю жизнь. Первый год службы в полицию, он вместе с напарником избил какого-то наркомана, лишив того зрения. Отец Фрэнсис даёт понять, что пленники уходят от своих размышлений. Не в ту сторону. Он даёт подсказку. Уэд Грилли не был виновен в ограблении. Эдди догадывается, что священник и Кристиан были знакомы. Падре подтверждает, что молодой человек был у него на исповеди и рассказал об ограблении магазина. Пленники начинают сопоставлять факты. Кристиан ограбил магазин Чен, чтобы вернуть в долг Салли. Время истекло, и похититель вошёл снова в камеру. Его следующей жертвой должен был стать Эдди, но отец Фрэнсис успел прикрыть парня собой. Это спутало планы убийцы, но он всё же сдержал слово, что будет убивать по одному человеку. Когда он вытаскивает тело, Келли пытается призвать его к благоразумию и называет мужчину Уэйдом. Человек в маске лишь отвечает, что он не Уэйд Грилли. А это значит, им нужно думать в другом направлении. Эдди понимает, что убийца пытается что-то доказать, иначе он не стал бы собирать их в этой комнате. Атмосфера накаляется. Страх перед смертью заставляет пленников вести себя агрессивно по отношению друг к другу. Десять минут истекли, и дверь снова открылась. Прежде чем убить Чен, мужчина даёт ей листок, на котором что-то написано на её родном языке. Женщина падает на колени и начинает просить прощения, но человек в маске беспощаден. Он убивает кореянку и вытаскивает тело за дверь. Келли просит его отпустить её к ребёнку. Убийца, рассказав о расписании мальчика и о том, что его встречают няни и помощники, просил женщину не прикрываться сыном. Прежде чем закрыть дверь, он обратился к Дину и сказал, что это его должно раздражать. Эдди полагает, что Келли родила Джексона. Сам же Дин уверен, что женщина что-то знает, но продолжает молчать. Наконец, Келли сдалась. Она призналась, что обманом составила Джексона помочь ей с подтасовкой улик в деле Грилли. Тогда ей очень нужна была победа в суде, и ради собственной карьеры она подставила невинного человека. Пленники начинают развивать версию о том, что похититель может быть отцом Уэйда Грилли. Время таймера заканчивается. Но заложники всё ещё не могут найти объяснение, как с этим связан Эдди. Мужчина в маске убивает Салли. Таймер начинает новый отчёт. Келли рассказывает, как однажды, возвращаясь от Дина, её схватил мужчина и изнасиловал в своём фургоне. Увидев бейсбольную биту, женщина забила преступника до смерти. Убедившись, что её никто не видел, она вернулась домой, привела себя в порядок, а биту сожгла в камине. Когда труп был обнаружен, Келли позаботилась о том, чтобы его убийцу не искали. Эта история наталкивает Эдди на полную картину. Кристиан занял денег у Салли, и его посадили в тюрьму. Чтобы отдать долг, он купил пистолет у Леона и ограбил магазин Чен. Та, в свою очередь, неверно опознала грабителя и указала на Уэйда Грилли. Келли с помощью Джексона подтасовала улики. В тюрьме парня изнасиловал Куган, заразив её того спидом. Чего, блин? Эдди подписал отказ на участие в испытании экспериментального препарата против спида. Кристиан исповедался содеянным отцу Фрэнсису, но тот не предпринял мер, неся клятву перед Богом. Услышав такой ответ, мужчина снял маску. Отец Уэйда Грилли рассказал, что его сын был невиновен, и каждый из присутствующих в комнате мог повернуть ход событий. Он говорит, что как только они выйдут за пределы этой комнаты, его жизнь закончится, а их продолжится дальше. Мужчина просит, чтобы они помнили о том, что сделали, и каким оказались последствия. Вручив Келли ключ, он просит освободить себя и остальных. Он уже вызвал полицию. Отстегнув наручники, Келли нападает на мужчину и отбирает у него пистолет. Опасаясь за свои тайны, она стреляет в мистера Грилли, а после без раздумий убивает Дина и Эдди. Пуля Грилли застряла в бронежилете. Он поднимается и сообщает, что за происходящим наблюдали полицейские. И теперь всем известно, кем на самом деле является помощник прокурора. Келли стреляет ему в голову и выходит из камеры. Полиция обыскивает здание, идя по следу женщины. Власть скружила ей голову, и вот чем все закончилось для нее. Ну и для других. Ну и вообще, конец фильма. Хотел бы сказать, что этот фильм наподобие пилы, ну стандартный триллер. Но знаете, вот концовка немножко меня удивила. Поэтому фильм очень даже неплох. Я бы его посмотрел. Но если вы не захотели его посмотреть, то все равно спасибо большое, что досмотрели этот ролик до самого конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх и конечно же пишите комментарии. Смотрите хорошие фильмы вместе с АМФ Филмс. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok